Стройки Череповца. Здесь работают тысячи людей самых различных строительных профессий. Чем крепче связывает их общее дело, чем больше гордости у каждого за свою профессию, тем успешнее трудится весь коллектив. У строителей свой дворец культуры. Здесь каждый может найти себе занятие по вкусу. Есть в работе дворца своя особенность. Традиционные вечера по профессии. Программа таких вечеров работники дворца заблаговременно, тщательно продумывают. Сейчас монтажник основная фигура на нашей стройке, и поэтому вечер должен быть о монтажниках и для монтажников. Ну, на вечере мы, наверное, должны показать преемственность поколений, показать ветерана войны и труда, показать человека среднего поколения и человека, который только пришел на стройку. Затем неплохо будет, если мы перед началом вечера сделаем фотогалерею наших передовых монтажников. Правильно, это хорошо. И вот то, что говорила Галина Ивановна о профессиональном конкурсе. Сделать профессиональный конкурс мастерства монтажников. Выявить монтажника, который знает лучше всех свою специальность. Это можно подобрать, привлечь к этому вопросу специалистов монтажников и разработать специально викторину. Думаю, что мы по времени не успеем сделать настройки, но вот где-то викторину или что-то подобное мы здесь у себя на вечере можем сделать. А вот хотелось бы узнать, как мы будем их встречать. Может быть, мы дадим музыку, там, трудовые песни, может быть, лейтмотив монтажников. И вот, как говорил Станиславский театр, начинает с вешалки. У нас вход, и сразу должны почувствовать, что здесь о них забота, здесь сделано для них. Сразу, может быть, лозунг повесим, там, привет монтажникам нашим, или слава монтажникам. Многие монтажники могут прийти с детьми отдыхать к нам на вечер, потому что может им негде оставить. Поэтому здесь комната школьника должна работать. Не, ну вот на самой тематической части, наверное, надо им присутствовать. Несмотря на какой возраст. Ну да, это будет зависеть от возраста. Но если это уже школьник где-то 10-11 лет и выше, то можно его вполне пригласить, и он будет так же потом гордиться везде, что вот моего папу там чествовали на сцене, он, значит, передовик. Он дома это может не знать, потому что дома это просто папа. А здесь, представляете, целый зал аплодирует этому папе за то, что он такой-то хороший или такой-то передовой. Ну и, наверное, будем подводить черту. Дело в том, что поручим Елене Михайловне собрать все наши хорошие мысли, выложить их в сценарном плане, и завтра нам предстоит обсуждение этого плана в парткоме стройки. Самое важное для устроителей вечера суметь связать его программу с тем, что происходит на строительных площадках, с сегодняшними трудовыми успехами героев стройки. Вот почему необходим совет и помощь партийного и комсомольского комитетов по стройкам и трестах. Мы будем завтра вести важное мероприятие в жизни и деятельности наших коллективах, которые занимаются строительством важнейшего объекта на строительстве ЧПСКО-химического завода. У нас было объявлено соревнование среди строителей, монтажников. Сейчас все бригады приняли обязательства. Ну и одним из видов соревнований среди монтажников, бригад монтажников, у нас является соревнование за правом монтажа 30-тысячной тонны металлоконструкции. Этот рубеж наступил, и завтра наши лучшие бригады будут осуществлять этот подъем 30-тысячной тонны металлоконструкции. Героями вечера будут передовики стройки. Бригада Якова Ивановича Боблы стала победителем соревнования за право установить 30-тысячную тонну металлоконструкции. Взаимовыручка, слаженный труд, общие интересы. Таковы законы жизни бригады. Работники дворца знакомятся с передовиками прямо на стройплощадке. Фотографии ветеранов стройки появятся в фойе дворца на вечере. Павел Васильевич Попруга со своей бригадой приехал он сюда с Волги. Виктор Михайлович Башилов монтажник с 25-летним стажем кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Ветераны-монтажники Антонина Леонидовна Староверова и Александр Васильевич Андреев. Виктор Васильевич Смирнов ветеран войны, ветеран труда. Валентин Иванович Гусов мастер высокого класса. Готовится концерт по заявкам. Подготовка к вечеру идет и на стройплощадках и в репетиционном зале дворца. ПЕСНЯ 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 Минуточку, товарищи. Вы знаете, друзья мои, в общем, все очень хорошо. Только, пожалуйста, вот в чем дело. В зале будет сидеть человек, который очень любит это произведение. И эта песня ласковая, проникновенная. Пожалуйста, спойте ее сердечно, спойте ее мягче, лиричнее. Пожалуйста, больше сердца вложите в нее. Второе куплет начинаем. Решено, что одним из ведущих программы вечера будет строитель Человек, известный многим и знающий многих Инженер-строитель помогает клубным работникам составить викторину Вопросы непростые Придется как следует подготовиться, посоветоваться, поспорить, полистать специальную литературу И вот вечер Вечер о монтажниках и для монтажников Первые ответы на вопросы викторины В каждом фойе, в каждой гостиной интересные встречи Встретились представители разных поколений Учителя и ученики Вот в таких беседах обсуждают перспективы стройки, новинки монтажной техники Самые злободневные профессиональные проблемы Еще одна история страница Что пишется бессмертием труда И кажется, уже вошло в традицию В России нынче строить города В Сибири, на Урале, в Казахстане В глухих местах таежной стороны Сегодня под рабочими руками Растет мой город у реки Шексны Здесь пройдена суровая дорога Ее вершины, знания и труд Здесь жизнь учила многому И много нелегких дел Нас в добрый путь зовут Я не скажу, что нет его красивее Как лучший друг Мой город дорог мне Но я скажу, что самые счастливые Кто строит людям счастье на земле Веселый, талантливый народ монтажники Сегодня они и артисты, и зрители Сегодня монтажники Череповца По праву горды тем, что за последние два года Более 850 человек Стали победителями в социалистическом соревновании 106 монтажников награждены орденами и медалями Двоим присвоено высокое звание Героев социалистического труда 16 человек Избраны депутатами областного и городского советов Дорогие друзья Продолжаем наш вечер Вечер монтажников Вас, монтажников, работает на стройках нашего города Около 7 тысяч Некоторые из вас пришли на наш вечер С семьями, целыми бригадами Это прекрасно Вы поистине творите чудеса на наших стройках На монтажной площадке, на земле Собирая узлы и агрегаты Весом в несколько десятков тонн Затем с отличным качеством Монтируете их на нужной высоте, достигающей 100 метров Этим самым сокращаете сроки строительства Профессия монтажник пользуется особой популярностью Среди строителей нашего города Монтажниками-высотниками Мастерами свое дело Смелыми, сильными, ловкими Называют вас Трудящиеся нашего города Вы наша гордость Вы наша слава У вас поистине горячие сердца И золотые руки Действительно У наших монтажников золотые руки Но сейчас В наш век научно-технического прогресса Одних практических навыков Мало, нужны обширные теоретические знания Во многих областях современной науки Многие из вас, товарищи монтажники Принимая участие в викторине Как ты знаешь свою профессию Показали хорошую, отличную теоретическую подготовку Жюри, подводя итоги Определила победителей Это монтажники Яков Иванович Бобла Василий Иванов И Евгений Тихомиров Эти монтажники Дали глубокие Исчерпывающие ответы На все вопросы Нашей сложной викторины И сейчас я с удовольствием Вручу вам призы победителей Пожалуйста, я так и вам Поздравляю вас Пожалуйста, Василий И Евгений Поздравляю вас Для победителей викторины Исполняется русский танец АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Бригаду монтажников-высотников Валуева Евгения Трофимовича по праву настройки называют монтажниками высокого класса. Прошу вас, Евгений Трофимович, вместе с своими товарищами подняться к нам на сцену. Недавно эта бригада на строительстве химического завода отлично завершила монтажные работы на высоте 180 метров. Согласитесь, уважаемые товарищи, что ведь не так давно на этой высоте летали самолеты, а сейчас на высоте этого птичьего полета покоряют строительную высоту вот эти молодые сильные парни. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в первых рядах сидит бригада Якова Ивановича Бобла, с которым вы уже знакомы, как с победителем викторины. Яков Иванович, я прошу вас вместе с бригадой подняться к нам на сцену. Недавно на строительстве химического завода произошло знаменательное событие. Подведены итоги социалистического соревнования монтажников за право смонтировать 30-тысячную тонну металлоконструкции. Победителем в этом соревновании признана вот эта бригада Якова Ивановича Боблой. Яков Иванович, в этом соревновании принимали участие десятки бригад монтажников, а победителем вышла ваша бригада. Вот расскажите, пожалуйста, благодаря чему вы добились таких успехов? Бригада пришла к этому успеху благодаря четкости ежедневной выработки и взаимозаменяемости. Каждый член бригады имеет не одну специальность монтажника. Каждый монтажник может заменить, будь он сварщик, будь он монтажник, будь он газоэлектросварщик. Это и позволило бригаде выйти на первое место, как победитель за право смонтировать 30-тысячную тонну. Секрета у нас нет. Приходите, все покажем, все расскажем на строительной площадке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так в преддверии съезда нашей партии проходил вечер монтажников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...